Дорогие друзья, мои коллеги, большое спасибо за возможность выступить сегодня с докладом. Меня зовут Роберт Михайлович Рабинович. Я представляю одновременно Тверской государственный медицинский университет и региональный сосудистый центр Тверской области. Тема моего сообщения – использование технологии Point of Hair для оценки мякордиального повреждения в практике реаниматолога. Я должен представить конфликт интересов и в первую очередь хотелось бы поговорить о терминологии. В противоположность стандартному лабораторному тестированию термин Point of Hair обозначает исследование по месту лечения с использованием портативных устройств лабораторного анализа, которые можно использовать вне стационарной лаборатории. И, соответственно, это позволяет получать определенные лабораторные показатели в ускоренном режиме. И основным лейтмотивом использования технологии Point of Hair является сокращение вот этого интервала turn around time, время оборота теста. И применительно к мякордиальному повреждению, применительно к тропонину, стандартный норматив для оценки мякордиального повреждения – это 60 минут. Но в то же время технологии Point of Hair позволяют сократить этот интервал с 60 до 15 минут. И здесь же я хотел бы показать, что в противоположность специализированным лабораториям, центральной лаборатории, технологии, направленные на сокращение вот этого времени, можно разделить на технологии STAT, где вот это время оборота теста составляет около часа. И, собственно говоря, термин STAT обозначает дословно short turnaround time, то есть технологии, направленные на сокращение времени оборота теста. И, собственно, технологии Point of Hair, которые можно использовать прикроватно у постели пациента по месту лечения. И, опять же, они позволяют сократить время оборота теста до 15 минут. Есть разные сценарии, разные, скажем так, бонусы, которые могут предоставлять технология Point of Hair в клинической практике, применительно к неотложной медицине. Конечно, мы в первую очередь рассчитываем на быстрое принятие решения и на ускорение времени начала лечения. Достаточно важный вопрос – это вопрос фармакоэкономики. И, конечно, организаторы здравоохранения нередко задают вопрос о стоимости соответствующих расходных материалов. Действительно, во многих случаях непосредственная стоимость расходных материалов в картридже оказывается выше при использовании технологии Point of Hair в сравнении с стандартным набором, которые используются в центральных лабораториях. В то же время надо отметить, что затраты, которые связаны с возможным лабораторным тестированием, включают в себя также и стоимость оборудования, а также затраты, связанные с транспортировкой соответствующих аналитов. Надо сказать, что в России вот эти затраты практически не учитываются, но в целом при планировании своей работы, закупок, нужно учитывать, что в целом технологии Point of Hair имеют преимущество при небольшом или умеренном потоке пациентов. В этом случае вот эти затраты, связанные с стоимостью расходных материалов, компенсируются отсутствием необходимости транспортировки аналитов и относительно невысокой стоимостью собственно анализатора. Применительно к оценке тропонинов, надо сказать, что в настоящий момент активно и бурно развиваются технологии высокочувствительного тропонина, и в этом плане технологии Point of Hair пока еще не достигли уровня соответствующего критериям высокочувствительных тропонинов. То есть достаточно часто анализаторы и соответствующие алгоритмы не имеют валидизированного 99% и имеется некая серая зона, при которой мы не можем с уверенностью сказать, является ли это патологией или нет. Поэтому очень важно выделять именно те анализаторы Point of Hair, которые позволяют нам максимально точно диагностировать неокрадиальное повреждение. И надо сказать, что есть определенные платформы, которые так или иначе имеют установленный уровень 99% и имеют достаточно низкий коэффициент вариаций, что приближает их к тестам, которые уже называются высокочувствительными. Какие возможные сценарии, с чем может непосредственно столкнуться анестезиолог, анестезиолог-реаниматолог, когда мы говорим о миокрадиальном повреждении? Несомненно, это работа на антогоспитальном этапе специализированных анестезиологических бригад, и это работа с пациентами, имеющих подозрение на острый коронарный синдром, болевой синдром грудной клетки. Это могут быть стационарные отделения скорой медицинской помощи, в которых по современным порядкам должен находиться врач-анестезиолог-реаниматолог. Это ситуации с прогнозированием и диагностиками акрадиального повреждения при несердечных и кардиохирургических операциях, и несомненно, это непосредственно работа в отделениях анестезиологии и реанимации общего профиля или специализированных. В течение последних лет мы говорим о наличии стандартных критерий в диагностике миокрадиального повреждения, которые регламентируются таким документом, который называется «Универсальное определение инфаркта миокарда». При этом в 2018 году уже вышел четвертый пересмотр, и отличительной особенностью этого документа является то, что появился термин миокрадиального повреждения, и рассматриваются вопросы дифференциации инфаркта миокарда и миокрадиального повреждения. Что мы считаем миокрадиальным повреждением? Повреждение миокарда мы будем называть ситуацией, при которой определяется повышение тропонина выше 99% или верхнего референсного значения. При этом острым миокрадиальным повреждением мы будем называть ту ситуацию, при которой помимо однократного повышения тропонина наблюдается соответствующая динамика, с соответствующей дельтой. Обычно говорят о 20% дельте, хотя для каждого анализатора должен быть разработан свой алгоритм, и должна наблюдаться динамика с повышением или снижением тропонима. В этом случае мы будем говорить о остром миокрадиальном повреждении. При отсутствии такой динамики, но при верификации повышения тропонима выше 99% верхнего референсного значения применим термин хронического миокрадиального повреждения. И инфаркт миокарда – это ситуация, при которой мы говорим о ишемической природе острого миокрадиального повреждения. Согласно четвертому универсальному определению, диагноз инфаркта миокарда должен быть установлен при верификации острого миокрадиального повреждения в наличии в сочетании с одним из хотя бы одного дополнительных признаков. Или это типичные ишемические симптомы, новые ишемические ЭКГ изменения, развитие патологического зубцаку, потери жизнеспособного миокарда по данным методов визуализации, таких как эхокардиография или сцентиграфия миокарда или МРТ, или тромбоз коронарной артерии по данным ангиографии. И отдельно рассматриваются вопросы инфаркта миокарда второго типа и говорится о том, что при наличии условий для дисбаланса между доставкой кислорода и потреблением, которые не связаны с атеротромбозом, мы должны верифицировать диагноз инфаркта миокарда второго типа. Ну так вот, несколько упрощенно это представлено на данном слайде. В целом надо сказать, что проблема инфаркта в настоящий момент в основном это все-таки инфаркты первого типа, порядка 80%, и в меньшей степени это инфаркты вторичные, инфаркты второго типа, не связанные непосредственно с процессом разрыва атеросклеротической бляшки и формированием тромбоза. Надо сказать, что развитие методов диагностики миокардиального повреждения постепенно увеличивает долю верифицированных инфарктов миокарда второго типа. И в зависимости от того, какой и насколько метод верификации миокардиального повреждения мы используем, да, в зависимости от этого мы можем иметь разную структуру инфарктов в клинической практике. Ну вот, интересная работа, в которой было показано, что использование более низких референсных значений тропонина по сравнению со стандартными существенно изменяет структуру диагностики инфаркта миокардиального повреждения. И интересно то, что с возрастом частота выявления инфарктов миокарда второго типа или повреждения, которое не связано с ишемией миокарда, существенно возрастает и даже превосходит таковое сравнение с инфарктами миокарда первого типа. Понятно, что повреждение миокарда имеет мультифакториальную природу, ну вот для первого типа инфаркта или первичной ишемии характерны и разрывы атеросклеротической пляшки, просветные тромбозы. В практике реаниматолога не меньшую роль занимают другие факторы, это те условия и причины, которые вызывают дисбаланс потребления или доставки кислорода. Особую роль сейчас приобретают нешемические повреждения, особенно в эпоху пандемии ковид и отдельно выделяют ситуации с многофакторной или неопределенной природой. В частности у пациентов с острой декомпенсацией хронической сердечной недостаточности мы можем наблюдать многочисленные комбинации и надо сказать, что многофакторная природа является более типичной для общей реанимационных отделений. Вот эти данные показывают структуру причин миокрадиального повреждения у пациентов, поступающих в отделение неоткожной помощи с болью в груди. И мы видим, что для пациентов, у которых верифицирован диагноз острова миокрадиального повреждения, мультифакториальная природа составляет примерно 50% этиологических причин. У пациентов с верифицированным инфарктом второго типа более такие однородные данные и такие факторы, как тихикардия, гипоксия, анемия, гипотензия являются ведущими. Но отличительная особенность этой работы состоит в том, что у этих пациентов была оценена летальность в течение четырех лет наблюдения. Было показано, что прогноз пациентов с вторичной ишемией, с острым миокрадиальным повреждением, с хроническим повреждением миокарда не отличается между собой, но при этом существенно превосходит примерно в два раза таковую при инфаркте первого типа. И важный вопрос, каким образом решать эту проблему для кардиологов, в основном работающих с инфарктом первого типа, несомненно, это ревоскулиризация. И в этом исследовании было показано, что инфаркт первого типа является основанием для последующей ревоскулиризации примерно в половине случаев. Но для пациентов с инфарктом второго типа, с острым миокрадиальным повреждением, хроническим миокрадиальным повреждением, использование технологии ЧКВ практически нетипично. и получается, что с одной стороны мы сталкиваемся с плохим прогнозом этих пациентов, но при этом технологии, которые позволяют улучшить прогноз при инфаркте первого типа, никаким образом не распространяются на указанной категории пациентов. Здесь я хотел бы привести данные Тверского регионального сосудистого центра. По нашим данным оказывается, что региональные сосудистые центры ориентируются в основном на пациентов с инфарктом с подъемом сегмента СТ, и они являются доминирующими в структуре госпитализации. И надо сказать, что эти данные показывают, что сложные пациенты, имеющие более неблагоприятный прогноз, это и в целом пациенты с инфарктом миокарда без подъема сегмента СТ, и пациенты с инфарктом миокарда второго типа, с миокардиальным повреждением, остаются вне поля зрения таких специализированных центров. Говоря о роли тропонина в практике реаниматолога на догоспитальном этапе, надо сказать, что, конечно, тропонин должен рассматриваться как инструмент стратификации риска и определения маршрутизации больного. В этом плане мы должны все помнить, что повышение тропонина, верифицирующее острый инфаркт миокарда без подъема сегмента СТ, является основанием для доставки пациента только в инвазивный стационар. И, с другой стороны, повышение тропонина, которое в дальнейшем обливается в диагноз острого инфаркта без подъема СТ, является основанием для привода пациентов из неинвазивных стационаров инвазивной в течение суток для последующей ревоскаверизации. Но достаточно большой проблемой является ранняя стратификация риска на догоспитальном этапе на неурбанизированных территориях. То есть мы сталкиваемся с такой проблемой, что пациенты, с которыми контактирует служба спорной медицинской помощи на догоспитальном этапе, вот эти пациенты должны так или иначе оказываться в первичных сосудистых центрах или напрямую доставляться в региональный сосудистый центр. Отсутствие ранней диагностики миокардиального повреждения таких пациентов может задерживать с своевременным переводом в региональный сосудистый центр и, соответственно, улучшать прогноз. Поэтому вот интересен опыт в данной ситуации австралийский опыт, где использовались и стандартизированные протоколы стратификации, с одной стороны, возможности дистанционного консультирования, организации транспортировки в инвазивные стационары. И как раз здесь использовались технологии оценки повреждений с использованием Point of Care анализаторов. И имплементация такой программы позволила, с одной стороны, увеличить доступность ангиографии этим пациентам, и так или иначе ассоциировалась с снижением летальности. Практики отделений, стационарных отделений с полимедицинской помощи, конечно, мы в первую очередь ожидаем, пользуя технологией Point of Care в плане сокращения времени для принятия решений. И надо сказать, что здесь ситуация может развернуться так, что нас интересует не только положительная предсказательная ценность тропонина в части принятия решения, но и возможное раннее исключение миокардиального повреждения. Я в этом плане хотел привести клинический пример. Пациент среднего возраста, доставленный родственниками после синкопального состояния, с неспецифическими в плане ишемии жалобами на момент доставки. Известно, что около двух недель назад отмечался достаточно типичный ишемический по своему характеру эпизод боли в груди. В дальнейшем наблюдались определенные проявления, характерные для возможного постинфарктного периода результационно-некротического синдрома, которые расценивались пациентам как проявление ОРЗ, в связи с чем он использовал протестонованные стероидные противоспалительные средства, которые в настоящий момент запрещены для использования при инфаркте миокарда. В клинической картине отмечалась умеренная десатурация, проявление шока, при этом клинически определялся так называемый парадоксальный пульс, указывающий на возможную тампонаду. На электрокардиограмме проявление у инфаркта миокарда нижнобоковой локализации. Ну и вот возникает определенная дилемма, должны ли мы делать все в соответствии со стандартным протоколом ведения этих пациентов, нагрузить этого больного антитермоцитарной терапией, ввести антикоагулянт и немедленно доставить в ангиографическую лабораторию. В данной ситуации использовался качественный тест на тропонин и получен отрицательный результат, что существенно изменяет представление о пациенте. И надо сказать, что возможность, опять же, использования прикроватного ультразвука и своевременной диагностики разрыва миокарда существенно поменяла тактику лечения. И, к счастью, для этого пациента такая стандартная антитромботическая терапия, которая обычно используется у больных с инфарктом, в данной ситуации не использовалась. И это позволило в дальнейшем провести соответствующие лечебные мероприятия. Пациент был прооперирован через несколько месяцев даже. Уже он в условиях федеральной клиники проводилась пластика аневризма с хорошим исходом. То есть в данной ситуации использование тропонина позволило предотвратить возможное нарастание тампонады, прогрессирование шока и развитие летального исхода. Следующий сценарий применения тропонинов и оценки миокардиального повреждения это оценка кардиоваскулярного риска и ведения пациентов. У нас в настоящий момент актуальными остаются европейские клинические рекомендации 2014 года. В них достаточно подробно освещаются вопросы переоперационного инфаркта миокарда. И как раз говорится о том, что проблема переоперационного инфаркта весьма сложна, потому что нередко это ситуация вторичная с несоответствием между потреблением и доставкой и, соответственно, и достаточно сложно принять решение о лечении. То ли это должно быть некое локальное воздействие на коронарный кровоток с использованием методов ЧКВ или системное лечение на устранение тех причин, которые могли вызвать вторичную ишемию миокарда. Роль тропонинов в европейских рекомендациях относительно невысока, класс 2b, то есть у отдельных пациентов, при этом предлагается использовать их у пациентов высокого переоперационного риска перед и в течение 48-72 часов после обширного хирургического вмешательства. При этом говорится о том, что рутинное использование биомаркеров для стратификации риска и профилактики кардиальных осложнений не рекомендуется. Это уже отечественные клинические рекомендации, которые в целом повторяют мнения европейских и кардиологов, и анестезиологов. Но надо сказать, что отечественные эксперты придают большее значение диагностике миокардиального повреждения у пациентов с хирургическими вмешательствами высокого риска и установили более высокий уровень убедительности рекомендаций. Это говорит о том, что наша практика должна быть более ориентированной на более широкое применение тропонинов в своей практике. Говорится о том, что для выявления ишемии миокарда у пациентов с низкими функциональными резервами, менее 4 метаболических единиц, с наличием факторов сердечно-сосудистого риска по индексу ЛИ, более одного для операций на сосуды или более двух, также может быть основанием для использования тропонина. Несомненно, достаточно большая палитра исследований по данному вопросу. Исследование Вижн, ставшее одним из таких, может быть, уже и фундаментальных, показало, что уровень тропонина является независимым предиктором летальности, госпитальной летальности у пациентов при несердечных и хирургических операциях. Видно, что и уровень повышения тропонина является определяющим летальности. И были получены данные о предикторах миокардиального повреждения в переоперационном периоде, это и возраст старше 75 лет, и определенная коморбидность. Вот эти показатели adjusted HR относительный риск показывают, насколько процентов повышается риск миокардиального повреждения при наличии вот этих факторов. Интересно то, что очень жестко с миокардиальным повреждением связана функция почки и тяжелая хроническая болезнь почки четвертой стадии ассоциируется с почти восьмикратным повышением риска миокардиального повреждения. И также было показано, что наличие миокардиального повреждения ассоциируется с такими исходами, как остановка кровообращения более чем в 14 раз, развитие застойной сердечной недостаточности в 10 раз, развитие инсульта более чем в 4,5 раза, летальность в 10 раз и совокупность некой комбинации основных событий примерно в 10 раз. Насколько часто встречаются миокардиальные повреждения у переоперационных пациентов? В данном исследовании, в данном регистре, где участвовало порядка 43 тысяч пациентов, в дальнейшем анализировалось 22 тысячи пациентов, которым по тем или иным причинам выполнялся анализ тропонина. Было показано, что порядка 5 тысяч больных, то есть примерно четверть, имеет острое миокардиальное повреждение, хроническое повреждение встречается намного реже, но также такой вариант развития возможен. И, опять же, насколько это взаимосвязано с прогнозом? Показано, что как острое, так и хроническое миокардиальное повреждение ассоциируется с ухудшением прогноза, острое повреждение ассоциируется почти с 20% годичной летальностью, примерно схожие цифры для хронического миокардиального повреждения. Вот интересные данные, которые показывают, что на нижнем слайде, что сердечно-сосудистая летальность в этих категориях пациентов не отличается, и это говорит о том, что повышение тропонина и миокардиальное повреждение прогнозируют в целом неблагоприятные исходы и далеко не всегда они будут связаны с сердечно-сосудистыми осложнениями. Интересно посмотреть на факторы, которые ассоциируются с миокардиальным повреждением в переоперационном периоде. Несомненно, это и возрастные аспекты, сопутствующие патологии. Я бы обратил внимание на то, что острые миокардиальные повреждения чаще встречаются при операциях высокого хирургического риска, а вот при хроническом миокардиальном повреждении высокий хирургический риск был примерно у каждого десятого пациента, но вот в сравнении с теми пациентами, у которых не было верифицировано миокардиальное повреждение более чем два раза, чаще операция являлась экстренной. Соответственно, возникает вопрос о том, что может быть при таких ситуациях использование тропонинов должно быть более широким в нашей клинической практике. тропонинов возникает вопрос каковы причины, как часто верифицируется тромбоз у этих пациентов, но в целом объединенные данные некоторых исследований показывают, что тромбоз выявляется примерно в каждом четвертом, максимум в каждом третьем случае, но в большинстве случаев верифицируется в трех случаях из четырех верифицируется тяжелое атеросклеротическое поражение. Конечно, возникает вопрос, что с этим можно делать. Ретроспективные данные показывают, что использование аспирина и статинов у пациентов, у которых верифицировалось неокрадиальное повреждение в переоперационном периоде ассоциируется с снижением риска. И отдельные данные показывают, что в целом интенсификация кардиальной терапии и такой персонифицированный подход в зависимости от профиля пациента, в зависимости от того, какова причина кардиального повреждения, так или иначе может ассоциироваться с улучшением исходов. Интересное исследование менедж по оценке роли добегатрана у пациентов с миокрадиальным повреждением в переоперационном периоде показало, что использование добегатрана ассоциируется с уменьшением риска основных сосудистых событий, и при этом мы видим, что частота композитной конечной точки снижается примерно на 28%, и это достигается как уменьшением риска венозных сосудистых осложнений примерно на 53% в сравнении с плацебо, но также вот эти эффекты достигаются и за счет других влияний снижения риска артериальных событий, при этом нет какого-то тревожащего увеличения риска кровотечения. Ну вот в части стратификации риска у пациентов, которым планируется хирургическая операция высокого риска, хотелось бы привести вот такой пример, пациент с мультифокальным атеросклерозом, с верифицированной ишемией миокарда, с планируемым общепоздушным глубокобедренным шунтированием и поясничной симпатоктомией, направляется на операцию с вот такой электрокардиограммой, ну и надо отметить, что уже на данной электрокардиограмме видно, что пациент в состоянии покоя имеет проявление ишемии миокарда. Надо сказать, что вот этому пациенту проводилась стратификация риска и его модификация, то есть и соответствующая оценка, назначен был аспирин и метапровол, причем метапровол по всем правилам был назначен задолго до проведения оперативного вмешательства, титровался, но по какой-то причине пациент не принимал статин. И вот такие электрокардиографические изменения у пациента в послеоперационном периоде на фоне кровопотери, на фоне расширения объема оперативного вмешательства, картина тяжелой субэндокардиальной ишемии миокарда, соответствующей поражению основного ствола или многососудистому поражению, но это достаточно типично для пациентов с вторичной миокардиальной ишемией в переоперационном периоде. Проводилась коронаро-ангиография, которая подтвердила факт многососудистого поражения без проявления какой-то острой окклюзии, попытка вмешательства на огибающие артерии, к сожалению, неуспешная и ситуация закончилась летальным исходом. Хотелось бы здесь акцентировать внимание на то, что такой сложный пациент, у которого комиссионно было принято решение о вмешательстве и брали пациента уже с верифицированной без болевой ишемии миокарда, наверное, должно было использоваться, должен был оцениваться тропонин в дооперационном периоде, позволило бы, может быть, все-таки отказаться от операции и еще в большей степени оптимизировать состояние больного уже принять оптимальное решение о сроках операции и о возможности планового оперативного вмешательства в целом. Конечно, говоря о мягом вреде, нельзя не сказать о оценке и роли тропонина в роте-сепсисе, очень большой объем исследований, но вот это исследование интересно тем, что оно показало, что у пациентов с сепсисом уровень тропонина несомненно имеет прогностическое значение в части развития летального исхода, но при этом вот эта связь она нелинейна и уровень станонограмм на литр в данном исследовании являлся некой отрезной точкой, после которой уже дополнительное повышение тропонина не ассоциировалось с повышением повышением летальности. В этом же исследовании было показано, что в целом тропонин имеет прогностическое значение в первые 14 дней, в дальнейшем уже его прогностическое влияние минимальное. Ну и я хотел бы представить одну из платформ для протокимного анализа на тропонин, это анализатор iStat, мы используем его с 2013 года, отличительная особенность этого устройства состоит в том, что он предоставляет нам возможность анализировать не только кардиальный тропонин, но и натриеветический пептид, имеется панель газа в крови, возможность анализа лактата, электролитов, глюкозы, показателей красной крови, такие как гемоглобин и гематокрип, в рентгеноперационный это активированное время свертывания для пациентов, которые принимают графарин, имеется возможность быстро анализировать МНО. Это портативный анализатор и по сути расходным материалом является только картридж, имеется принтер в комплекте, с помощью которого можно распечатать соответствующие результаты, легкое устройство, удобное, предоставляющее возможность получить анализ в течение 10 минут, небольшой объем проба и опять же аппарат, не требующий сервисного обслуживания. Было показано, что точность оценки тропонина с использованием вот этой платформы соответствует таковым с использованием уже анализаторов, которые используются в центральной лаборатории с высоким уровнем корреляции. Здесь представлен график линейной регрессии. Регистрируемый диапазон тропонина от 0 до 50 нг на миллилитры, при этом верхнее референсное значение на целых 8 сотых. Ну и опять же я акцентирую ваше внимание на то, что имеется возможность получения результата в течение 10 минут. Ну и заключая в заключении своего доклада хотел бы акцентировать ваше внимание на то, что технологии Point of Care могут использоваться для оценки тропонина наряду с использованием тропонина с использованием анализаторов центральной лаборатории и технологии Point of Care сокращают задержку и позволяют быстро верифицировать миокрадиальные повреждения и инфаркт миокарда, что крайне важно в неотложной медицине. И важно то, что анализ может выполняться непосредственно у пациента и персоналом, который не имеет специального образования в области лабораторной диагностики. Повреждения миокарда имеют мультифакториальную природу и это особенно значимо для работы реаниматолога. Повреждения часто встречаются в переоперационном периоде после выполнения внесердечных операций в критической медицине и ассоциируется с ухудшением прогноза в большей степени, чем инфаркт миокарда первого типа. Диагностика повреждения миокарда должна основываться на критериях универсального определения инфаркта миокарда четвертого пересмотра и возможное лечебное мероприятие тактика зависит от верификации типа инфаркта пока данных показывающих какие-то существенные успехи в плане лечения собственно миокардиального повреждения хронического миокардиального повреждения у пациентов крупных нет, но требуются дальнейшие исследования. Я думаю, что в будущем мы получим определенные научные данные, которые позволят нам более прецизионно подходить к ведению пациентов в критической медицине. Спасибо.